Добрый день, коллеги! Добрый день, Татьяна Викторовна! Рада всех видеть и слышать после перерыва на лето. Буду очень рада с вами сегодня пообщаться и обсудить очень интересную тему «Ребёнок в мире информации». Если меня хорошо видно и слышно, нажмите, пожалуйста, на огонёчек слева от чата, чтобы я понимала, что я на связи и всё в порядке. И будем начинать. Почему мы об этом говорим? Ведь наши дети живут в огромном поле информации. Информация увеличивается просто в несколько раз каждый год. И дети, сегодняшние дети, с информацией сталкиваются каждую минуту, каждую секунду и получают её много. Но есть парадокс. С информацией-то они сталкиваются, а вот работать с информацией они не умеют совсем. То есть они всё знают, но как это применить к какому-то практическому случаю в своей жизни? Они совсем не знают, у них не получается. Вот давайте сегодня об этом и поговорим, потому что на данном этапе образования, развития образования, умение оперировать, умение работать информацией – это наиважнейший навык. Потому что в 21 веке, как никогда ещё в истории человечества, наверное, тот, кто владеет информацией, тот владеет всем в этом мире. Ну что же, начнём. Итак, что такое информация? Что мы будем понимать под словом информация? Это любые сведения, любые факты, суждения, которые передаются любым способом, разным способом. В виде печатных каких-то материалов, в виде букв и цифр, как я часто говорю. В виде карт и схем, в виде знаков, про которые мы знаем, что они значат, в виде информации, которая передаётся устным путём от человека к человеку. И даже в виде эмоций, потому что по каналу эмоций тоже можно передать разную информацию. Ну и владеть информацией – это значит не только уметь получить информацию, потому что кроме получения есть ещё и обработка. Потому что, когда мы получаем информацию, то она просеивается через личный опыт, культурный контекст, фокус внимания. Сейчас расскажу, что это такое. И вот эта полученная информация, просеянная через наши собственные фильтры, она превращается в понимание. То есть мы что-то о текущей информации начинаем понимать. Что такое личный опыт? Ну, например, смотрите, небольшой прямо такой бытовой примерчик, который даст вам понять, что это такое. Спросили двух людей, что такое облепиха. И один человек сказал, это такая противная кислая ягода, её всегда собираешь осенью, когда очень холодно, ещё ветки колются, пальцы раздражаются, в общем, это кошмар. А второй человек сказал, нет, это облепиха, это такая вкусная ягода, из неё вот в соседней кофейне варят умоповратительный чай. Я этот чай люблю пить осенью. Одно и то же самое, да, то есть слово облепиха, понятие облепиха, а люди с разным жизненным опытом представили и почувствовали что-то абсолютно разное. Вот это как раз о том, как обрабатывается информация. И немножко про фильтры. Первый фильтр, который проходит информация, это информационная культура личности. То есть, как человек умеет с информацией обращаться, как он умеет её искать, где он её ищет, да. Например, если ему нужна информация, пойдёт ли он, например, в интернет на соседний сайт, или он прочитает какое-то научное издание, например. Спросит ли он соседа, попросит рассказать об этом, или ему проще прочитать об этом в газете или в книге, ну и так далее. Дальше. Отбор, анализ, систематизация, интерпретация. То есть, при всём обилии информации, как человек может эту информацию отбирать, которая не нужна, её нужно побыстрее забыть, да, и не принимать во внимание, которая нужна, её нужно сохранить каким-то образом, запомнить, заучить, написать на листочке, сделать конспект, сделать ссылочку, ну и что-то ещё. И третий навык – это умение представить информацию другим людям, так, чтобы они эту информацию услышали и им было интересно. Ну и есть ещё в культуре личности ещё один класс, ещё один программ. Вот то, что было когнитивное – это умение, а сейчас мы поговорим об оценивании информации. И здесь тоже важно, какие источники выбирает человек, по каким мотивам он ищет информацию, какие каналы выбирает. А ещё самое главное и, наверное, важное в наше непростое время – насколько он умеет ограничивать деструктивную информацию и запускать её в свою жизнь. И детей это, правда, касается очень сильно, потому что тот же поток информации, который идёт вокруг нас, идёт вокруг наших детей, прямо роится-клубится, и они всё это слышат и делают свои выводы. И маленькому ребёнку иногда очень сложно и непонятно, на какую информацию опираться, для того, чтобы этой информацией воспользоваться хорошо. Информация идёт из разных источников вообще к детям. Это и беседы со взрослыми, наблюдения, собственные умозаключения, то есть поглядев на что-то, увидев что-то, ребёнок может сделать умозаключение, и это будет тоже его информацией. Устные высказывания, тексты разной модальности, до энциклопедии, словарей, карты, путеводителей, афиши, объявления, ну и, конечно, сеть интернета. Это мы про всех детей, школьников и дошкольников. Ну а для дошкольников, наверное, немножко сокращается этот перечень, но не очень сильно. Пожалуй, им по молодости лет и по неумению читать ещё недоступны, ну, какие-то сложные карты, путеводители, какие-то взрослые энциклопедии, словари, но зато им доступны вполне себе детские энциклопедии, какие-то схемы небольшие. Но и да, ни для кого не секрет, что малыши уже с 5-6 лет вполне себе могут найти нужную информацию в сети интернет. Они умеют это делать. Этапы работы с информацией. Для того, чтобы информация пошла на пользу дела, во-первых, нужно собрать данные, найти их, собрать. И собрать желательно в разных источниках. То есть, чем больше источников будет задействовано в этом процессе, тем лучше. Тем более, когда мы имеем дело с дошкольниками, младшими школьниками, это тоже очень важно. И вот по какой причине. В вашей группе или в вашем классе могут быть дети, которые информацию получают по определённым каналам. То есть, каналы информации все, но у каждого ребёнка будет канал предпочтительный. Например, один ребёнок лучше запоминает, если ему показать картинки. Такие дети тоже есть, зрительный вектор. Есть дети, которые запоминают на слух, а на картинке им, ну вот, просто наплевать, они их просто не видят. Какие-то дети могут запомнить информацию, если они её приняли самостоятельно, отструктурировали и сделали, ну, в какой-то табличке или в какой-то схеме. Некоторые дети запоминают информацию только ту, которая приходит им через телесные движения. То есть, что-то учили, учили, он никак не понял. Сделали упражнение, да, или сделали какой-то опыт, провели. Всё понял и запомнил вот именно телом. Вот, то есть, поиск и сбор данных, он идёт из разных источников, и мы стараемся делать так, чтобы их было много. Обработка информации. Это тоже такой сложный процесс. Он заключается в том, что нам нужно данные все изучить, выделить основные мысли, может быть, просеять, убрать то, что точно не нужно, и потом уже перейти к использованию. Использование информации – это когда она служит для каких-то практических действий, для того, чтобы меняться и менять мир вокруг себя. И если эта информация пришла в все этапы, её обработали, её использование, поняли, что эта информация нужна и важна, тогда хорошо бы её сохранить. И здесь тоже мы знакомим детей с разными, разными источниками. Вот обо всём этом мы с вами сегодня и поговорим, и будем говорить и про дошкольников, и про младших школьников. Работа с информацией для дошкольников – это прежде всего наблюдение, общение со старшими, то есть на протяжении дошкольного детства информация приходит устным путём, да, пока ещё не пишут, не читают детки, то есть из устно, из наших устных устав и через какие-то упражнения, через практическую деятельность. Поэтому общение со старшими и опыты, эксперименты, которые дают ребёнку как раз вот эту телесную информацию. Также это умение задавать вопросы, использовать книги, энциклопедии, ну и на современном этапе использовать медиаресурсы. Вот теперь особенности передачи информации в дошкольном детстве. Во-первых, мы учитываем возраст и уровень мышления, потому что дети, дошкольники, они пока не обладают, например, хорошо развитым логическим мышлением, хотя некоторые дети уже проявляют такие способности в 5 и в 6 лет. Поэтому мы используем каналы визуальный, звуковой и канал кинестетический, то есть то, что у нас связано с работой телом, с прикосновениями. Больше информации даём в наглядном виде и помним, что лучше усваивается информация, которую ребёнок добыл сам. Поэтому делаем акцент на исследования, эксперименты, размышления и опираемся на такое свойство детей, как любопытство. Все дети любопытны, они охочи до новой информации, поэтому они с удовольствием включаются в те процессы, где нужно информацию добыть. Ну и, конечно, мы с вами используем игровые методики. Вот, смотрите, наш чат – это место не только для того, чтобы поздороваться, но и место, где можно задать вопросы. Если вам будет что-то интересное, может быть, непонятно, или даже захочется выразить эмоции, вы, пожалуйста, пишите в чат, и я буду на эти вопросы по возможности отвечать. А сейчас я хочу вам предоставить несколько практических вариантов работы, которые можно использовать с детками младшего возраста, дошкольниками, младшими школьниками, и которые приносят свои благодатные плоды в виде умных, образованных, а что еще важнее на данном этапе развития нашего общества, умелых деток. И вначале мы с вами поговорим про исследовательскую деятельность, организацию исследований в детском саду и в начальной школе. И хоть это звучит вот так по-взрослому, исследовательская деятельность, это очень хорошо совпадает с потребностями ребенка, потому что у детей в младшем возрасте есть огромная потребность, огромное желание этот мир исследовать. И чем разнообразнее будет вот эта исследовательская деятельность, тем больше через нее новой информации получает ребенок, и тем быстрее и полноценнее он развивается. Почему это так важно? И важно вот эту информацию донести до родителей, потому что есть некий перекос в плане развивашек, вот так вот весело называют все развивающие занятия для малышей, и перекос в сторону накачивания знаниями, во-первых, то есть это различные клубы математика, скорочтение, ментальная арифметика, английский язык, сейчас еще китайский и корейский язык для дошкольников, новиночка появилась, и детей накачивают вот все это информацией, теоретической в основном, то есть они на практике ее не используют. А второе, это желание родителей отдать детей в какой-то сложный спорт, где там дети будут заниматься этим спортом, все силы убивать туда, но на игры, на исследования ни времени, ни сил уже не остается. Вот, поэтому мы можем хотя бы в детском саду и в школе заниматься исследованиями. Например, смотрите, мы можем ставить опыты, такие как состояние превращения вещества, вода, наше все, тут можно экспериментировать очень много, и я прям такие опыты сегодня покажу. Движение воздуха и воды, свойства почвы, минералов, условия жизни растений. Это такие вот опытные исследования. Мы можем уже делать исследования, направленные на классификацию, и это у нас принесет двойную пользу, потому что кроме того, что мы создаем собственную классификацию, еще и дети получают навыки логического мышления, потому что классификация – это один из способов логически осмыслить действительность. Таким образом, можно классифицировать виды растений, виды животных, исследовать все это, виды строительных сооружений, транспорта, профессий и все, что связано с программой вашего детского сада или школы, по которой вы работаете. Исследование окружающего мира с целью узнать о нем побольше. Например, космос, страны, континенты, карты, части света, путешествия, страны, рельеф местности, ландшафты. Либо исследовать историю человечества, поговорить про древние страны или про зарождение ремесел, историю вещей, историю региона. Ну и, конечно, это будут не теоретические исследования, это будут игровые либо практические опыты. Я хочу поделиться и рассказать о том опыте, который я наблюдала. Это прекрасные люди, новаторы, которые устроили археологический мир, археологический парк для детей. И ребенок, который попадал в этот парк, мог пожить жизнью древнего человека. Например, он мог сделать нож из камня или из дерева, он мог сплести сеть, сделать себе какой-то элемент одежды, например, варежечку или чехол для ножа из настоящей шкуры. Он мог сделать, например, посуду, пострелять из лука. И вот через все это проходится история древнего мира и история человечества. Вот такие вещи, они для детей очень важны и интересны. Какие формы работы мы можем взять на исследование? Это эксперимент, это какое-то исследование долгосрочное, как проект. Это наблюдение. И коллеги в детском саду, несколько раз я тоже видела, когда была у них в гостях, видела, что устраивают, например, биостанции, где дети выращивают из зернышек растения и наблюдают за их жизнью. Или, например, исследуют животных, небольшой зоопарк при детском садике. Или исследуют растения, которые растут с ними рядом и таким образом получают представление об их жизни. Моделирование, моделирование вулканов. Например, есть такие опыты в интернете, тоже посмотрите. Экскурсия, интервью и много-много разных других форм работы. Ну и немножечко про детские эксперименты, про детское экспериментирование. Смотрите, детские эксперименты, они от взрослых очень сильно отличаются. Во-первых, это игровая и свободная деятельность, и детские эксперименты, они не бывают никогда такими строгими. Жестких рамок нет, и ребенок, например, может что-то поисследовать очень долго, а на другой опыт не обратить внимание, ему будет неинтересно. И тогда этот опыт просто сворачиваем. То есть еще идем за интересами ребенка. Дальше. В экспериментах очень важно речевое сопровождение, когда педагог описывает каждый этап того, что происходит, и ребенку помогает таким образом запомнить. разрешение на несколько попыток. То есть практически это значит, что вы на эксперимент приносите материалы, которых больше, чем нужно. Если ребенок что-то нечаянно сделал не так, у него будет возможность переделать. Это тоже очень важно. Ну и, конечно, соблюдение техники безопасности. Потому что я сама в какой-то момент, придя домой к своему сыну, услышала что-то примерно такое. Мы тут попробовали лизнуть тетраборат натрия, и он оказался невкусным. Вот с этого момента я испугалась, и после этого в комнате появились правила техники безопасности работы в химической лаборатории. Поэтому для нас это тоже очень и очень важно. Когда начинать и как организовать эксперименты? Чем раньше, тем лучше, потому что это очень интересно. Но для каждого возраста подходит свой стиль организации, вот такой экспериментальной работы. Для совсем маленьких лялечек подходит стиль, который называется рука в руке. Когда воспитатель берет руку ребенка и помогает сделать движение. Или просто, например, делает сам все, и в какой-то момент, там где-то легко, хорошо уже присоединяется движение ребенка. Детки чуть-чуть подрастают, и мы пробуем эстафету. Когда задание дробится на мелкие операции, каждый ребенок делает одну операцию. Ну, например, такое я наблюдала, когда детей возили на фабрику мороженого. Там была лаборатория мороженого. Это, представляете, как здорово. И дети, собравшиеся, каждый делал какую-то операцию. Кто-то наливал молоко, второй человек давлял сахар, третий ваниль, четвертый, еще какие-то добавки. В результате все все сделали, счастливы, наелись своего мороженого и довольные поехали домой. Это вот такой вот способ организации. Дальше, для детей уже старшего возраста это делаем сами. Когда воспитатель или учитель наблюдает самостоятельность, самостоятельная работа детей и только поправляет, если это нужно. Ну и уже посерьезнее, когда воспитатель осознанно совершает какие-то ошибки, а детям нужно их исправить. Или еще посложнее, когда дети руководят, говорят, что нужно сделать, а воспитатель это делает. Вот такие вот виды организации экспериментов вы можете сделать. Ну и как пример экспериментов я хочу рассказать про опыты с водой, потому что для детского сада и школы это материал самый доступный. Он практически бесплатный и он безопасный и много чего с водой можно показать. Единственное, что здесь нужен такой вот достаточно серьезный инвентарь. Здесь список есть, и когда получите презентацию, он у вас будет. Ну, вы запасаетесь этим инвентарем и дальше движетесь в какие-нибудь интересные опыты. Что можно на воде показать? Свойства воды и вообще поговорить о том, что такое свойства вещества. Свойства воды такие, как способность течь, прозрачность, то, что вода не имеет запаха, то, что она способна окрашиваться, принимать любую форму, даже склеивать. И то, что она необходима для поддержания жизни растений. Ну и вот несколько, один вот такой вот интересный опыт, он очень зрелищный. И очень хорошо ребята видят, что такое способность воды окрашиваться. Как вода может подниматься по маленьким капиллярчикам, как смешиваются цвета. Ну, вот здесь очень много всего. Наливаются два стаканчика с желтой и синей водой. Вода подкрашивается акварелью, либо гуашью. Акварелью лучше, потому что там дисперсность краски, то есть мельчайшие частички краски, гораздо мельче, чем гуаши. И такая вода вместе с цветом хорошо поднимается по салфеточкам. В третий стаканчик наливаем немножко прозрачной воды, так, чтобы кончики салфеток висели в этой воде. Вода прозрачная. И оставляем вот всю эту конструкцию на какое-то время. И дети видят, как по салфеточкам. Салфеточки намокают, вода под ним поднимается. И в серединке, в среднем стакане вода становится зеленой. Вот такой вот чудесный опыт. И таких опытов можно сделать очень и очень много. Следующее, о чем можно поговорить, это научные квесты. Мне этот жанр очень нравится, потому что позволяют упаковать самые разнообразные вещи, для того, чтобы их рассказать детям. И дети не ощущают, что это какое-то задание такое, что это серьезное занятие. И очень спокойно играют. Они понимают, что у них есть игра. Вот игру можно играть, это интересно. И таким образом они в игре обучаются чему-то интересному. Давайте я вам расскажу и покажу готовый квест, который называется «Военные шифровальщики». Здесь возраст детей от 5 до 10 лет примерно. И вот тот квест, который я вам показываю, он как бы модульный. То есть там есть задания разного уровня сложности. И вы можете, например, для маленьких деток взять несколько заданий попроще, а для взрослых, 10 лет, там даже 11-12 лет взять все задания, и их еще можно и усложнить. Квесты хороши тем, что мы здесь ставим сразу же несколько задач. Кроме того, что дети научатся владеть информацией, они еще и попутно развивают логическое мышление, обучаются каким-то навыкам, ну, например, умение сопоставлять символы и значения, тренируют навык экспериментирования. Это очень важный навык для современных детей, потому что они ужасно боятся ошибиться, вот прям очень сильно боятся ошибиться. Это, конечно, от родителей идет, от желания сделать своего ребенка каким-то идеальным, но тем не менее нам с этим приходится сталкиваться. И навык экспериментирования – это умение делать несколько попыток и как бы анализировать обратную связь. Раз сделал, не получилось, делаем снова, не получилось и так далее. Здесь еще очень важно знакомство со множеством символенных систем, потому что информация к нам приходит не только в буквах и в цифрах, да, у нас множество символьных систем вокруг нас есть, и когда ребенок обучается оперировать разными символьными системами, потом, когда он встречается с незнакомой, ему становится проще. То есть навык расшифровки символов, он такой универсальный, и мы его вот в этом квесте как раз тренируем. Ну и плюс еще коммуникативные навыки – это умение работать в команде и навыки мозгового штурма, а мозговой штурм в этом квесте очень и очень нужен. Что мы можем сделать? Вот здесь опять ваш выбор – это может быть путешествие по игровым этапам. На каждом этапе команда получает шифр, который нужно разгадать, чтобы найти дорогу во втором этапе. И на последнем этапе детей ждет приз. Любой – конфетки, шоколадки, книжечки, все что угодно. То есть на первом этапе дети расшифровывают то, что им досталось в записке, и слово, которое они расшифровывают – это подсказка о том, где лежит следующая записка. И так вы можете сделать записок бесконечно много. Варианты организации. Здесь все зависит от ресурсов. Самый простой вариант – если педагог один на группу, тогда просто раскладываем по этапам записки с шифрами и сопровождаем детей в квесте. Но здесь обычно рассказываем какую-нибудь историю, здесь можете все, что хотите. Пираты, матросы, военные, инопланетяне, гости из будущего, из прошлого. Факт тот, что кто-то оставил для детей записки с шифрами, и если они все отгадают, то они получат свой приз. Если вы проводите, например, на несколько групп или на несколько отрядов в лагере, тогда вы можете выбрать вариант с анимацией. То есть на каждом этапе ребенка будет ждать герой, и герой не просто будет веселить народ, а он еще будет рассказывать про свой шифр. И вариант героев тоже я вам немножечко подскажу. Ну вот теперь давайте посмотрим по шифрам. Самый ранний шифр в истории человечества – шифр Цезаря. Просто подстановка букв. И здесь берутся буквы алфавита и просто сдвигаются на одну букву. С одной стороны легко, а с другой стороны детям достаточно сложно дается разгадка этого шифра. Ну и вот на этом этапе, если у вас костюмированный будет квест, тогда вы можете поставить туда кого-то в костюме Цезаря, и он познакомит ребят с такими понятиями, как, например, открытый текст – это то сообщение, которое нужно передать. Шифрованный текст – это то, что зашифровано. И ключ шифра – правило, по которому текст зашифрован. Ну и для того, чтобы закрепить навык, вы можете использовать еще другие варианты с похожей организацией. Коллеги, насколько хорошо слышно? У меня тут заработал какой-то инструмент по соседству, я за вас волнуюсь. Если это очень сильно мешает, тогда я сделаю малюсенькую паузу и возьму микрофон. Вот еще шифры, которыми можно пользоваться. Ну то есть то же самое соответствие. Есть буква, есть какой-то символ, и дети получают цепочку символов и должны разгадать какое-то слово. Дальше мы можем поменять принцип шифрования. То есть здесь у нас была буква-символ, и дети несколько шифров, когда разгадывают, они уже прекрасно понимают, что нужно дальше делать. А сейчас мы возьмем другой принцип. Здесь будет шифр с перестановкой букв, а ключ показывает не символ, а показывает порядок букв в слове. И вот с этим шифром обычно детки очень долго возятся, потому что принцип сменился, они к этому не готовы. Но обычно какой-нибудь ребенок, интуит подсказывает, что нужно сделать, и то же самое решается. Мы можем показать еще другие шифры, например, систему знаков в шифре. И одним из персонажей может быть Самуэль Морзе, который разработал идею передачи сигнала, азбуку Морзе и представил первый телеграфный аппарат. И вот здесь говорим о азбуке Морзе. И здесь же тоже уместно ребятам прочитать рассказ в телефон и рассказать про мальчишек, которые общались с помощью стука по батареям. И еще один интересный шифр. Вот это, пожалуй, для взрослых. Ну, то есть шифр-то отгадают и малышин. И вот эта вот задачка, она на внимательность, потому что человечки все похожи, и нужно искать тонкие отличия. Но здесь, если у вас детки повзрослее, у вас может встать Артур Конан-Дойль, вы можете рассказать про Шерлока Холмса, например, и рассказать про историю вот этих пляшущих человечков. Вот такая вот интересная игра. Ну и, как правило, результат, которого достигаем, это внимание к знаковым системам, то есть потренировавшись один раз вот таким образом, ребята очень хорошо усваивают разные знаковые системы. Кроме того, здесь улучшается качество внимания, и дети становятся чуткими и внимательными вообще к любой информации. Ну и, да, интерес к экспериментированию и навык командной работы, как очень приятные побочные эффекты вот такой работы. Квест вы можете брать, материалы можете взять из презентации. И я желаю вам удачно провести это мероприятие. Ребятам обычно нравится. Как вам то, что я рассказываю? Подходит ли, нравится ли, насколько это актуально для вас информация? Обратная связь мне тоже нужна, поэтому, пожалуйста, дайте. Интересно, да. Если какие-то вопросы появляются, тоже пишите. Сейчас я расскажу еще об одном методе. Я знаю, что вы все работаете в этом методе, но, может быть, та структура, которую я вам скажу, поможет вам делать интересные проекты, и проекты, которые будут ребята вообще очень сильно зажигать, и они будут работать с удовольствием. Почему хорош метод проектов? Потому что это практическая деятельность, а я в последнее время очень сильно и очень громко на каждом углу кричу, что детям не хватает практических навыков. Они как такие сундучки с информацией, которая там лежит в этом сундучке и никуда не девается. А вот если это какая-то практическая деятельность, и еще есть видимый результат для ребенка, значимый, и для взрослых окружающих тоже значимый, тогда дети будут с удовольствием это делать. Второй вариант, то, что у нас сейчас дети яркие индивидуальности, и это даже не касается инклюзии, и, наверное, вы заметили, что с каждым годом дети все больше отличаются друг от друга, они становятся резко разными. И кто заметил? Поставьте, пожалуйста, огонечек. Вдруг я одна такая-то заметила. И это, наверное, связано с теми изменениями, которые происходят в мире. Мы вступили в эпоху перемен, и когда мир приходит в движение и начинается такая эпоха, то люди становятся очень разными, очень сильно отличаются друг от друга, и вот это новое поколение, которое приходит к вам сейчас в качестве учеников и воспитанников, они будут очень разные. И задействовать их можно по командной практической работе. Ну и в ходе проекта происходит активный поиск и обработка информации, и вот как раз те этапы, про которые я говорила вначале, они детьми проходятся все. То есть информацию нужно найти, ее нужно отсортировать, просеять, обработать и сохранить в виде какого-то результата, результата, который будет отчетом о проекте. Проектная деятельность ориентируется прежде всего на ребенка, то есть мы создаем тему проектов, которые будут развивать детей. Ориентируется на диалог, это форма работы диалогичная, там, где есть субъект-субъект, где ребенок не является объектом воспитания, а участвует в этом процессе. Ориентируется на ситуацию и окружающий мир, окружающий мир для ребенка, и ориентируется на то, чтобы ребенок узнал что-то новое для себя в ходе работы над проектом. Ну и ценности метода. Во-первых, это долгосрочный проект. Чем хороши для детей долгосрочные проекты для современных детей? У них сейчас, ну вот в большинстве семей, все-таки достаток приличный. Мы можем долго говорить о том, что все бедные, но у каждого ребенка есть телефон, и никто практически не ходит в штопанных штанишках в детский сад. Да, ведь опять, если так, то ставьте огонечек. Но дети не умеют терпеть и ждать. Ирина, чуть-чуть попозже расскажу про возраст. Дети ждать и терпеть не умеют вообще. То есть они захотели и им дали что-то. Или не дали. Но никто не говорит, подожди, там, дней 10-20, и твоя мечта сбудется. Поэтому долгосрочность проекта – это как раз воспитание, умение ставить цель им, долго к ней идти, воспитание лобной доли ребенка. Это очень важно. Дальше, это открытость, то есть все знают, чего делать, и воспитатель не таится, он сразу говорит, что будем делать. Это доступность, потому что любые дети могут принять участие в проекте. Уникальность работы – это не шаблонная работа, каждый проект – это что-то уникальное. Это сотрудничество и это изменение в процессе деятельности. Вот самые главные ценности проекта. Ну и да, чтобы заходить в проектную деятельность, нужно понимать, что ребенок тоже личность, уважать его, быть готовным к диалогу и сотрудничеству. И самое главное – это умение быть гибким и умение честно, очень честно себя анализировать. Этапы проекта. То есть вначале вы выбираете тему, реализуете проект и потом показываете результаты. Выбор темы. Как выбрать тему? Если вам ее, конечно, сверху не спускают. И очень сильно надеюсь, что не всегда это так. Если тема вольная, то есть вы их сами выбираете, тогда в качестве темы может подойти какое-то яркое событие, календарный праздник или, например, какое-то событие, которое случилось в мире, где живут дети в городе, в стране. Это могут быть часто задаваемые вопросы. Если они бегают к вам и спрашивают все одно и то же, тогда можно тему легко выносить в проект. Это могут быть конфликты и споры. То есть если дети отчаянно о чем-то спорят, берите на проект. Либо актуальные учебные проблемы, которые вам нужно решить. Ну и смотрите, когда вы тему выбрали, дети тему выбрали вместе с вами, тогда вы начинаете уже совместное планирование. И какие вопросы? Что вам интересно в этой теме? Что вы узнаете в этой теме? Что еще не знаете и хотите узнать? И на какие вопросы мы должны ответить? И вопросы организационные. Чем мы все хотим заниматься? Кто за что отвечает? И кто и что будет делать? Ну и после этого уже идет реализация проекта. А именно как раз вот то, что нам важно. Поиск и сбор информации. И здесь вы задействуете разные источники. Справочные издания, интернет, ресурсы, наблюдения, опыты, эксперименты детей. Консультанты. То есть кто-то из взрослых может прийти консультантом в вашу группу и о чем-то рассказать. Ну и музеи, выставки, обучающие фильмы и экскурсии. То есть здесь информация разная. Ну и после этого выносятся какие-то гипотезы и потом создается продукт для презентации проекта. То есть что уже делать? Что мы еще учитываем? Учитываем, что нужно предусмотреть много разных форм деятельности и их постоянно менять, чтобы дети не утомились. То есть если они будут все время весь проект рисовать и клеить, то они устанут от этого и интерес потеряется. Учитываем, что мы усложняемся постепенно. Что-то дети узнали новенькое. Раз мы усложнились немножечко, потом еще чуть-чуть. И темпы и формы деятельности зависят от уровня развития каждого ребенка. Проектная деятельность, она хороша с 5-6 лет, отвечаю на вопрос. С 5-6 лет, то есть детки уже достаточно разумные. Но для дошколят еще нужна ваша помощь. Причем помощь на каждом этапе. То есть здесь педагог работает как организатор проекта. Ну и в школе проекты это все, потому что в каждом классе дети сейчас делают проекты. И это все нужно. И вот здесь еще несколько вопросов, которые можно задавать для того, чтобы организовать работу и как бы не придушить инициативу. То есть очень важно, чтобы дети сами ответы проговаривали. Что нового мы узнали, как мы решили проблему, как еще можно решить проблему, какой информации нам еще не хватает. Как можно сообщить другим о том, что мы узнали. Это уже вот передача информации. Ну и окончание проекта. Проект нужно заканчивать, когда дети теряют к нему интерес. То есть если начинается, ой, опять при динозаврах. Заканчивайте проект, показывайте как есть. Готов на три четверти, показываем так. Результаты проекта обязательно обсуждаем. И результаты проекта. Презентация продуктов деятельности. Если заставляют реализовывать проекты с детьми раннего возраста в детском саду, какие это будут проекты? А давайте, Ирина, посмотрим. Вот я как раз примерчик же привела. Сейчас с вопросами закончим. И будет проект готовый, который, мне кажется, подойдет и для трехлеток тоже. Ну и вопросы на этапе завершения проекта тоже. Что мы делали? Чему мы научились? Что запомнилось больше всего? Что понравилось и не понравилось? Будет ли у этого проекта продолжение? Ну, своеобразный шеринг, через который дети проходят. Ну и разные виды презентации проекта. То есть в каком виде вы можете показать результаты. Это может быть и игра, представление. Это может быть фото, выставка или книжка, которую дети сделали. Телепередача, экскурсия, вот вообще что угодно. Пример. Так, вот давайте попробуем для Ирины и для всех-всех-всех сделать такой практикум. Создаем проект. Давайте возьмем тему космос. Нормальная тема. И детки в три года уже интересуются, что там такое на небе происходит. Смотрите. Источники информации. Какие у нас могут быть по теме космос? Ну, вот для малышей. Это книжки, которые вы им читаете. Это какие-то карты могут быть, фильмы, мультфильмы. Можно сводить в обсерваторию, если оно у вас есть в городе. Либо какие-то другие проекты. Ну, вот в нашем городе, например, долго очень был проект, когда дети могли прийти, сесть в кресло, как в кинотеатре. И вот на таком вот куполе им показывали космические объекты. Тоже классно было. Какие необходимые материалы нам нужны, форму презентации, результаты проекта и какие навыки могут получить дети. И вот вам, например. Во-первых, у нас есть разные энциклопедии про космос. Причем для детей. Их можно взять, рассмотреть картинки. Вместе с детками, деткам почитать. Потом есть вот такие вот чудесные, уникальные вещи. Они стоят там по три копейки. Ну, буквально, да, очень недорогие. И можно прям повесить в группе вот такую карту звездного неба и показать ребятам, сколько разных звезд есть. Есть вот такие вот учебные модели. И не надо думать, что это только для школы. Деткам довольно рано становятся интересны вот такие вот учебные модели. Тем более, что здесь же все можно потрогать, покрутить. Планеты будут вращаться. В Теллории солнышко будет падать на землю и освещать разные страны. И вообще очень здорово. Глобус звездного неба тоже есть. Дальше. В этом же проекте мы можем сделать ракету. И вот здесь, смотрите, ракеты разные. Из разных типов конструкторов. Есть из простейшего. Ну, вот по замковый конструктор типа Лего. Да, и можно сделать такую ракету. Мне кажется, в три годика уже нормально. Как раз детский. А можно сделать ракету довольно сложную уже из других видов конструкторов. И здесь на каждой возрасте нормально. Ну, кроме того, еще вы же можете сделать зарядку для космонавтов. Зарядка в условиях невесомости на шаре, например. Или зарядка в ракете. И вот много всего разного про космос мы с вами уже для детей сделали. Вот, например, такой проект. Ирин, как вам? Ну, вообще нормально на трех лет, так на 3-4 года? То есть здесь, конечно, не будет длинных описаний, презентаций, выступлений. Но будет для ребят очень интересная работа. И они могут, допустим, день или несколько дней жить вот прямо в условиях космоса. Если вы придумаете космическую еду, то еще что-нибудь будет вообще здорово. Ну, трудно будет, да? Ну, смотрите, как вариант может быть и еще облегчать. Можно, да, можно какие-то эксперименты проводить по пролетающей ракеты. Вот вообще все что угодно. Ориентируйтесь на ваших деток. Честно говоря, я не понимаю, зачем проекты для трехлеток, четырехлеток. Вообще не понимаю. Но понимаю, что вы иногда оказываетесь в такой ситуации, что тут уже, наоборот, с бессмысленность системы проще сделать. Тогда делайте что-то совсем простое и для детей интересное. Вот. Ну и еще напоследок несколько приемов работы с информацией. Это специальные приемы дидактические, которые помогают ребятам научиться прицельно работать с информацией. То есть это прямо из серии «Я учусь учиться». Первый прием. Знаю, хочу, узнать, узнал. Например, ну это занятие наоборот, да. Например, объявляется тема занятия. Ну давайте какую-нибудь тему. Вот кому какую нужно сделать, чтобы мне не делать что-то абстрактное, а уже сделать для кого-то тут пользу принести. Например, какую тему занятий нужно раскрыть в этом методе. Напишите в чат, пожалуйста. Только одну, кто первый. Антарктида. Вот. Антарктида является темой занятия. Смотрите, вы не начинаете рассказывать про Антарктиду. Сначала дети говорят то, что они знают по этой теме. Что знают. И за каждый ответ получают жетон красного цвета. Что дети могут знать? Что там, например, водятся пингвины, что там снег, что еще. То есть вы для начала собираете ту информацию, которая уже у детей есть. Ее актуализируем. Затем дети говорят, что хотят узнать, что хочется узнать. И вот здесь мы с помощью этого задания просто пробуждаем детское любопытство. Что хотят узнать? Они сначала не очень охотно задают вопросы, а потом все больше и больше. Например, как до Антарктиды доехать, какая там температура, как там не замерзнуть, а кто еще кроме пингвинов, а что такое айсберги и дальше. И вы вместе с детьми находите ответы на вопросы. То есть вы им не даете информацию в чистом виде, а вы идете в какие-нибудь энциклопедии с картинками, ищите фильмы, мультфильмы. И после этого вы завершаете занятие. Каким образом? Те дети, которые задали вопрос, они за вопрос получили жетон желтого цвета. Как только они нашли ответ на вопрос, вы им выдаете жетон зеленого цвета. В результате у детей должны быть жетоны и красного цвета, и зеленого цвета. А желтых, по идее, не должно остаться или остаться совсем мало. Вот так вот с помощью жетончиков разноцветных вы можете сделать занятие, основанное на активном поиске информации. Давайте по транспорту, Ирина нам написала. То же самое, транспорт. Что такое транспорт? Кто что знает? Есть автобус, есть машина, у папы машина, да, а я на автобусе езжу, а я на самолете летал. Дальше, какие вопросы, что вы хотите узнать? Марки машин, да, кораблики, скорость поезда, там, ну, в зависимости от возраста детей. И уже начинаются углубления в энциклопедии. Но вот здесь, смотрите, здесь нужно себя поставить в условия экспериментирования. То есть уйти от мысли, что вы здесь идеальный учитель, воспитатель и вообще все знаете. То есть готовность сказать, нет, я это не знаю, но я сейчас найду и скажу, или мы сейчас найдем ответ вместе, это тоже очень важный фактор в подобного рода работе. Ну, это работа по-новому совсем. Еще интересная вещь, очень мне нравится, и детки тоже любят вот такие майндкарты чертить. Ментальная карта, майндкарта, когда нужно какое-то задание, понятие или что-то еще структурировать. Ну, вот, например, задание. Нужно придумать подарок другу. А что это может быть, подарок другу? Это может быть, например, или какая-нибудь техника, или какая-нибудь одежда, дети говорят. Вот, это может быть что-то оригинальное, или что-то приятненькое, или что-то еще. И вот идут такие веточки от слова подарок. Если это техника, то что это может быть? Это может быть коньки, скейт, например, велик или что-то еще. Если это оригинальненькое, то что это может быть такое? Что-то для хобби, какой-то подарок, может быть квест или развлечение, или что-то еще. И таким образом разрастаются веточки на майндкарте, и информация таким образом упорядочивается. Восемь, наверное, плюс-минус. Но тут понятно, что ребенок рисовал, да? Вот. Для малышей вы же можете рисовать, они вам диктовать будут опять-таки. Тоже все нормально. Вот еще эта майндкарта сделана учителем русского языка, выполнена в программе. Заодно и программы, посмотрите, она рабочая, интересная тоже. То есть майндкарта на правила изучения мягкого знака в русском языке. Здорово же, то есть ее, вот такую карту дети хорошо запомнят, потому что все перед глазами сразу раз, хорошо запоминается. Вот тоже детский вариант, с помощью взрослого сделан, как построить домик для игр. Вот, хочется построить домик для игр. Тогда возникают вопросы, а где его построить, а с кем, а что, а каким образом, а какой домик будет. Где и выбираются варианты решений, допустим, где это можно построить. С кем, с друзьями или с папой, если с друзьями, то с кем и с друзей. Ну и дальше, то есть вся информация таким образом упорядочивается. Для деток, кто с рождения логик, то есть для деток, кому нужно упаковать, упорядочить информацию, то майндкарты очень хорошо подходят. Ну и еще, так, по секрету всему свету, не очень серьезно, но и не очень в шутку. Я, допустим, их использую для того, чтобы планировать свои какие-то личные дела. И заметила очень странную вещь, для меня пока малообъяснимую, вернее, я примерно понимаю, как это работает, но еще не до конца в деталях изучила. То есть, когда нужно решить какую-то проблему, пишешь такую майндкарту, потом ее закрываешь, забываешь, а она начинает работать. Видимо, на подсознание откладывается, и тут же решения, которые в майндкарте должны были быть, они начинают приходить. Приходят нужные люди, нужные события случаются. Поэтому вы можете так немножечко поработать тоже в своей жизни с майндкартой и посмотреть, какие будут результаты. Мне такая работа очень нравится. Еще один прием – это кубик с вопросами. Тоже из серии «Учусь учиться». Вы наносите на грани кубика вопросы. Что это? На что похоже? Форма, величина, цвет? Как это делают? Для чего используют? За и против. И кубик бросают детки по очереди. И у вас тоже, например, есть тема занятия. Какую еще? Ну, например, давайте возьмем... Ну, овощи. Хорошо, раз тут у нас есть педагоги, которые у малышей ведут. Что? Ну, вот нужно нам упорядочить каким-то образом овощи. Дети, которым выпадает вопрос. Вот. Овощи и фрукты. Что это? Ну, это растение, это еда. На что это похоже? Разная форма, в основном круглая, овальная. Форма, величина, цвет. Как это делают? Выращивают. А как? Если не знаем, давайте посмотрим где-нибудь. Да, для чего используют. Ну, и полезное и вредное от овощей. Тут, конечно, против мало кто будет. Но могут дети сказать, что, например, какая-нибудь цветная капуста, она невкусная. Или вообще овощи тушеные, это бяка. А вот фрукты вкусные. Ну, то есть, здесь уже чисто эмоционально так отразить проблему. То есть, здесь в этом упражнении мы даем детям возможность посмотреть на проблему с разной стороны и сделать некое такое общее полное понимание о предмете исследования. Ну, и еще интересный прием, это поиск ошибок в тексте. Когда педагог намеренно дает текст, либо что-то с ошибками, а дети должны найти варианты, правильные варианты. Ну, и вот здесь, наверное, вам подсказочка. Это пирамида Блума, называется вот эта схема, тоже своеобразная такая схема для того, чтобы упорядочить информацию про информацию. Вот у нас такой уже мета-информации. Информация про информацию. Каким образом информация входит в нашу жизнь, в жизнь наших детей? Нижнее основание — это знание, то есть, все равно для начала нужно о чем-то узнать. После того, как человек о чем-то узнал, нужно это понять. Для того, чтобы понять эту информацию, нужно немножечко перебрать, то есть убрать лишнее, для себя как-то объяснить, для себя связать с чем-то уже знакомым, и вот тогда приходит понимание. Дальше нужно понять, как ее применить и попробовать все это на практике. Дальше нужно проанализировать, почему дальше мы идем. Смотрите, допустим, ребята 5-6 лет, они могут остановиться на желтой ступеньке пирамидки, а вот чем старше дети, тем мы поднимаем их выше. Анализ. Ну, смотрите, мы применили, и теперь мы анализируем свойства этого предмета для того, чтобы понять, а как мы можем его еще применить, для каких еще целей. После этого синтез, то есть мы на основе этого предмета, его свойств, создаем что-то новое. Ну, и последнее – это оценка. Да, то есть доказать, что этот предмет нужен, важен, дать свою собственную оценку, и таким образом предмет или явление входит уже в жизнь ребенка. Давайте, чтобы было понятно, но на маленьком примере. Давайте возьмем лимончик. Что мы знаем про лимон? Желтый, кислый фрукт. Как приходит понимание? Когда, наверное, мы его обсмотрели со всех сторон, попробовали на вкус и поняли, чем оно отличается от апельсина, мандарина, помидора и так далее. Как его можно применить? Следующий уровень знания. Например, его можно положить в чай, будет вкусно, или дети все любят домашний лимонад. Тоже здорово. Дальше, следующий этап – это анализ. А какие свойства у лимона? Он кислый, да, он желтый, у него есть толстая кожура и у него много сока. Если у него такие свойства, мы как можем это использовать еще? Ну, вот здесь тоже разные варианты могут быть. Знаете, например, что им можно написать, да, и потом проявляется вот эта надпись, когда над свечкой бумагу подержать. Или что еще можно с кислым сделать? Сделать эксперимент с содой, например. Использовать в выпечке бисквита, потому что он кислый, и вместе с содой он будет создавать вот эту вот пенку, которая делает бисквит вкусным. Ну, и оценка, оценка полезности, да, что это очень нужный фрукт и нужно его в свою жизнь вводить. А здесь же на этапе оценки, на этапе анализа еще можно и про какие-то свойства для лечения поговорить, потому что лимон – такое лечебное растение. Ну, вот много всего, вот такая вот пирамидка работы с информацией получается. Ну, и да, когда вы сталкиваетесь, а вы уже сталкиваетесь, потому что мы все уже в новом мире живем, просто, наверное, последний совет на сегодня – быть как детки любопытными и смотреть, а что еще новенького подкидывает нам жизнь. И то, что к нам приходит, любое знание, любое понимание просеивает вот через эту пирамидку и использовать для того, чтобы улучшить жизнь свою, своих близких и своих воспитанников и учеников. Ну, вот такая у нас получилась лекция про информацию. Благодарю вас за то, что вы выслушали. Если есть вопросы, я готова на них поотвечать. Все вопросы проверим. Вопросов нет у нас. Ну, что ж, если вопросов нету, тогда теплого вам сентября, интересных занятий, уроков и до новых встреч. Продолжение следует...